Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Алло, Нинелли Ивановна, я уже рядом с вашим домом, через пять минут буду. Детектив Лукин направлялся на встречу с клиенткой, чтобы обсудить детали предстоящего дела. Черт, а это что такое? Вот это да, Юль, надо убрать его с проезжей части. Только аккуратненько, помоги мне. Эй, парень, вот это да, что с тобой? Убили, убили! Что же это такое, милиция? Вон, видишь, тетка, давай к ней, может, она видела. Алло? Гош, ты где? Я уже волнуюсь. Ой, извините, голос знакомый. Нинелли Ивановна, это вы? Кто вы? Где Егор? Дайте мне сына немедленно! Это Лукин. Понимаете, тут похоже на вашего сына нападение было совершено. Вам бы лучше подойти. Да прямо рядом с вашим домом, с торца. Да-да, я жду. Алло. Алло, скорая, примите вызов. Улица Яблокова, дом 17. Да здесь оглушили, похоже, человека. Да, без сознания. Нет, я его не знаю. Да, конечно, жду. Да. Женщина видела, как парнишка шел по улице, рядом затормозили жигули, оттуда выскочил какой-то человек и стукнул чем-то тяжелым парню по голове. Это все? Он порылся в сумки, что-то вытащил, впрыгнул в машину и уехал. Номер она не запомнила. В сумке, говоришь? Ого. Ты смотри, преступники пошли. Денег не берут, а? Ну, может, в темноте не увидели. Да что ты, Юль? В первую очередь всегда кошелек достают. Да что же это такое? Мальчик мой. Мальчик мой, сынок. Ну, сделайте что-нибудь. Нина Ливановна, ну, я уже скорую вызвал. Сейчас подъедет. Вон, слышите? Нина Ливановна, вы успокойтесь. Здесь больница недалеко. Все будет хорошо. Почему? Почему они меня не пустили в скорую? Ну, они по дороге начнут оказывать первую помощь. Я думаю, мешать им не стоит. А до больницы я вас довезу. Пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, побыстрее. Ну, пожалуйста, ну, побыстрее. Езжайте побыстрее. Нина Ливановна, а что за дело, по которому вы меня попросили приехать? Да какое тебе реветмеет, значит. Все, Нина Ливановна, бегите к сыну, а я пока позвоню в милицию. Хорошо. Егор! На следующий день Игорь Лукин приехал к Нине Льбехтеревой. Врач сказал, что сотрясение мозга. Все ночью у него просидела, даже не пустили. Покой. Нужен покой. Ну что, значит, опасность миновала. Кстати, Нина Ливановна, а что у вас-то была за проблема? Да какая проблема? Были звонки, мужской голос такой очень странный. Такое ощущение, что как будто слой воды идет, и вот голос идет как будто через слой воды. Ну, значит, человек не хочет быть узнанным. А о чем речь-то шла? Вообще ни о чем. Просто говорит, мамаша, держи своего сына, как будто иначе с ним случится беда, и все. Бросал трубку, гудки, гудки. Ну, здесь два варианта. Либо на вас кто-то пытается надавить, либо проблема у Егора. Ну что ж, рассмотрим. Сперва первый вариант. У вас недоброжелатели есть? Да так. Мелкие дрязги на работе. А что за работа? Бизнес, большие деньги? Нет. Я в Собисе работаю. У меня одни старики перед глазами маячат. Извините, я позвоню. Конечно, конечно. Алло. Людюшка, это травматология, да? Это Бехтерева. Вчера к вам доставили моего сына Егора. Скажите, как у него состояние? Угу. Хорошо. Нет. Я не буду. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Состояние не изменилось. Но мне разрешили к нему приехать. Ну, просто покормить. А я вас подвезу. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Это мой помощник, Федор. Он поедет с нами. Очень приятно. Прошу вас. Нина Ивановна, а теперь про Егора. Вы поймите, я должен знать как можно больше, только тогда я смогу вам помочь. Ну, Егор. Он очень добрый, очень заботливый мальчик. Вы знаете, он у меня даже еще не пьет и не курит. Он у меня отличник. Очень хорошо учится в университете. Вы можете у него спросить в университете про него. У Киры можете спросить. А Кира это кто? Девушка его, да? Да. Смотрите, у меня есть фотография. Какая красивая пара. Да, действительно. У меня есть ее телефон. Если нужно, я могу вам его оставить. Ой, запишите, конечно. Угу. Скажите, Нина Ивановна. Да. А в последнее время вы не замечали, может, Егор ходил какой-то расстроенный? Может, что-то с ним происходило? Он ничего не рассказывал? Угу. Да не знаю. Вообще-то он у меня молчал. Никогда не говорит о своих проблемах. Вы знаете, пару раз он приходил с ссадинами на лице. Объяснял как-нибудь? Да нет. Все так туманно. Но мне кажется, это из-за Киры. Так вы не верстите, поцапались. Понятно. Ну что ж, мы уже приехали, Нина Ивановна. Как что-то узнаете, позвоните мне. Да, конечно. Угу. До свидания. Ну что, в университет? Давай. А я пока Кире позвоню, договорюсь о встрече. Лукин договорился о встрече с девушкой Егора. Он ждал ее недалеко от университета. Неожиданно у пешеходного перехода остановились черные жигули и девушку втащили в машину. Сами все в порядке? Да. А вы Лукин? Он самый. Идти-то можете? Вроде да. А что это было? Да, похоже, вас пытались похитить. Ты номер срисовал? Срисовал, да. Наверное, заметили, что мы за ними погнались и решили не рисковать. По компьютеру пробей меня на владельца. Сколько их было в машине? Вроде двое. Один спереди, один сзади. Сумку отняли, сказали, пикнешь, порежем. У них нож был. Понятно. А как выглядели? Не знаю. У них шапки были такие черные, с прорезем для глаз. Слушайте, Кира, вам в последнее время никто не угрожал? Нет. Садитесь, в машину поговорим. Кира, скажи, у Егора в последнее время не было стычек с кем-нибудь? Ну, из-за тебя. Да есть у нас один Вася Баткин. Сам-то дурак дурак он, но с гонором. Папашка у него на строительном рынке торгует. Денег навалом. А где он сейчас? В университете он. Сегодня до вечера там будет. Три зачета передает. Ну что, достает? Ну да. Поехали, говорит, удовольствие получишь. Представь, как банный лист. Я его сто раз уже отшивала, он ни в какую. Вот Егор разступился пару раз. Что, дрались? При мне нет. Может быть, потом. Васька-то сам трусливый. Скорее, подговорил каких-нибудь идиотов. Значит, этот Вася мог угрожать Егору. Егор ничего об этом не говорил? Говорил про электронные письма. На почту к нему приходят какие-то идиотские. Наверное, тоже от Васьки. Неплохо бы на них посмотреть. Для вопроса сейчас покажу. У меня есть пароль от твоего почета. Черт. Но букта в сумке. А сумку украли. И в парад тоже там. Дорогой? Да нет, мыльница. Вот у Егора классная камера была. Он в прошлом году на фото выставки выиграл. А в этом году вообще первое место занял. Два дня назад номинация была. Видно, действительно парень толковый. Ладно, ты говори пароль и адрес почты. А мы сейчас через наш ноутбук туда войдем. Не войдем. Батарея сила. Плохо. Ладно, вот что ты мне. В блокнотик запиши адрес и пароль. Держи. Алло, Юль, я тебе сейчас скину адрес и пароль электронной почты Егора Бехтерева. Ну, сына нашей клиентки. Зайди туда, посмотри, что к чему. Постойте. А что случилось-то? Почему вы сами у Егора и не спросите? Понимаешь, Кира, вчера вечером на Егора напали. Он сейчас в больнице лежит в тяжелом состоянии. К детективам обратилась мать студента Егора Бехтерева Нинель Ивановна. Злоумышленник звонил ей с угрозами, а потом напал на ее сына и зверски избил. По свидетельству очевидца, преступники приехали на «Жигулях». На следующий день при аналогичных обстоятельствах совершено нападение на девушку Егора Киру, у которой были украдены фотоаппарат и ноутбук. Проводив Киру, детективы вернулись в офис. Юль, ну что? Почту этого парнишки я просмотрела. Так, ну а письма с угрозами есть? Да, несколько резких письмишек в разное время. Устревай, мол, получше по башке, мол, не покажется. А от кого? А сейчас мы узнаем, кто автор. Не в первый раз. Давай. Так. Ага. Ну что? Ага. Компьютер зарегистрирован на Александра Баткина. Ну, очевидно, это его отец. Собрать информацию по его папе? Да нет, он здесь наверняка ни при чем. Ты вот что, Юль, ты посмотри письма в адрес Егора за вчера и за сегодня. Да, есть всего одно. Пришло вчера утром. Городской фотоцентр поздравляет с победой. Награду можете получить по адресу в 19 часов на вечеринке в честь победителей фотоконкурса. Ну, судя. По приличной сумме у него в портмоне. Примет он получил. А судя по времени, когда мы его обнаружили, он как раз возвращался с вечеринки. Так. Федор, что там по владельцу «Жигулей»? Владелец «Жигулей» у нас некий Виктор Сазонов. Адресочек есть. Прокатимся к нему? Обязательно. Если он еще не в бегах. Юль, а ты давай к университету. По словам Киры, Баткину там сидеть еще часа два, наверное. Так что ты успеешь. Вы думаете, нападение на Киру Егора – это звенья одной цепи? Да. Уж больно похоже все. И «Жигули» одни и те же. И ограбление какое-то странное. Денег-то ведь не взяли. Значит, искали что-то другое. Так что поехали, разберемся. Приехав к дому Сазонова, детективы застали его выходящим из тех самых «Жигулей», на которых злоумышленники пытались похитить Киру. Мы как раз вовремя. Сазонов домой идет. Пойдем. Тихо, 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 тихо. Что это дело-то, а? Что творите? Что творим? Один мой твой парень плохий. Сегодня попытка похищения девушки в компании с подельником. И вчера был эпизодик нанесения «Яшник селестных» студенту одному. Вы что, вы из милиции, да? Нет, мы не из милиции. Я честный детектив, моя фамилия Лукина, это мой помощник. Я ничего не знаю, мужики. Я правда, я жертва. Меня подставили самого. Жертва? А что ж ты бегал-то, жертва? Да я ж думал, вы от него. От кого от него? Ну, от мужика от этого. Ну, вчера подошел ко мне, один тормознул. Говорит, хочешь заработать? Ну, конечно, хочу. Вот. И говорит, поехали. А когда там одного по башке жморкнул, я свалить хотел. А он мне перо в бок говорит, хана, если пикнет. Так, хорошо, это было вчера. Сегодня-то что? Так он адрес мой домашний срисовал. Говорит, если что понадобишь, я тебя вызову. Ну, и что? Ну, а вы рожа-то его видели? Рожа его бандитского. Ему убить как раз плюнуть. Ну, а то пиши, как он выглядит. Небольшого роста, лет сорока. Ну, такой седоватый. Вот. Ну, я так основных примет не припомнил. Ну, я, я, если вспомню, я обязательно вспомню, я расскажу мужике. Пожалуйста, не надо мне отмелиться, а. Я же правда ничего. Ладно, посмотрим, если я не наврал. Ну, в милицию тебе прокатиться придется, парень. Там разберутся. Федь, помоги мне в машину. А сам прокатись в этот фотоцентр из письма Егора. По заданию детектива Лукина, Юля вела наблюдение за Василием Баткиным. Игорь Петрович, Вася Баткин бросил машину университета. Он очень нервничает. Недавно кому-то звонил. Сейчас идет пешком, похоже, в милицию. Вероятно. Я рассказал следователю про его конфликт с Егором из-за Киры. Так что следователь вызвал Василия для очной ставки с Сазоновым. Но я еще возле УВД, так что мы с тобой встретимся. А что с Сазоновым? Да ничего особенного. Сняли отпечатки пальцев в его машине. По криминальным базам они не проходят. Сазонов утверждает, что преступник перед тем, как выйти, их стер. А Вася Баткин под описание преступника никак не подходит? Да нет, конечно. Но он мог и не сам это сделать. Ведь Кира сказал, что у него много знакомых отморозков. Ладно, я тебя в машине жду. Это Вася. Угу. Чего звонил? Опять в историю вляпался? Опять тебя вытаскивать, да? Давай, рассказывай, в чем проблема? Пам, да я сам не понимаю, в чем дело. Бехтереву кто-то ночью по голове стукнул. Это не я. Я только матери его звонил. Матери болван, тоже мне. Ты мне дорого обходишься. Университет только сколько стоит, а? Ладно, пошли к следователю. Давай. Давай. К детективам обратилась мать студента Егора Бехтерева, Нина Ливановна. Злоумышленник звонил ей с угрозами, а потом напал на ее сына и зверски избил. По свидетельству очевидца, преступники приехали на «Жигулях». На следующий день при аналогичных обстоятельствах совершено нападение на девушку Егора Киру, у которой были украдены фотоаппарат и ноутбук. Детективы установили хозяина «Жигулей». Им оказался некто Виктор Сазонов. Однако Сазонов утверждает, что его подставили, и к преступлению он отношения не имеет. Юля продолжала наблюдение за Баткиным-младшим. Жизнь-ка, ну наконец-таки. Я тебе целый час уже звоню. Дома тебя нет. Гуляла я. Воздухом дышала свежим. Черт, да меня в ментуру ни за что вызвали. Отец скандал устроил. Слушай, давай поедем на дачку, затопим печечку, все дела. Хватит, тема закрыта. Не понял, ты меня что, бросаешь, что ли? Хорошего понемножку. Вот ты как заговорила, тварь. А если я отцу расскажу то, что ты со мной валялась в его постели, а? Давай расскажи. Папаше будет очень интересно узнать о том, как его сынок подумал, что ты его жене в вино, а на утро не проснулись в одной постели. Федор, ну что там в этом фотоцентре? Ничего. В прямом смысле слова. Эта ночь он был разгромлен, у них украли компьютер и весь архив. Так, а когда напали на Киру, у него похитили ноутбук и фотоаппарат, правильно? Правильно. А Егора избили, когда он возвращался, после получения премии, да? Так. Так, погоди. А фотоаппарат Егора? Когда мы его обнаружили, фотоаппарата при нем не было. Ну, может, дома остался? А мы сейчас узнаем. Алло, Нина Ливановна, это Лукин беспокоит. Скажите, а фотоаппарат Егора дома? Нету, да? Ничего, ничего. Да-да. Спасибо. Вы думаете, разгадка здесь? Какой-то снимок? Не знаю, не знаю, но надо мне пообщаться с этим директором фотоцентра. Как ты говоришь, его зовут? Горелик Михаил Львович. Михаил Львович. Я думаю, мне самого удалось с ним встретиться. Через полчаса Лукин встретился с директором фотоцентра Михаилом Гореликом. Здравствуйте, Михаил Львович. А на снимке Егора что было изображено? Да, в принципе, ничего особенного. Два человека. Мужчина, женщина. Ну, поцелуй, романтика. Я понял. А кто эти двое? Да какая разница? Ну, ведь не важно же, что за персонажи. Важно, как снято. Нет, ну, это я понимаю. А дата? Где это было снято? Когда? Да. Так, судя по дате, дня три назад. Место самое банальное. Кафе тут недалеко на Средней улице. Угу. Мне бы на этот снимок взглянуть. Да поймите, ну, не осталось ничего. Ничего у нас нет. Все уничтожено. Разве что, разве что вот на видео, по-моему, кто-то снимал учрежденку. Так, 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 Михаил Львович. Вспоминайте, вспоминайте кто. Ведь вы же хотите вернуть оборудование, ну, преступника наказать, в конце концов. Конечно, хочу. Так, 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 так. Кажется, Миша наш программист. Так, а как с ним связаться? Сейчас, 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 сейчас. Я отдам его мобильный. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло, Федор, слушай меня внимательно. Сейчас срочно отправляйся к программисту фотоцентра. Зовут его Михаил. Вот. Я тебе сейчас его мобильный скиду. Надо у него взять видеозапись вечеринки. Записывай номер. Василий Баткин следил за молодой женой своего отца. Наблюдение за ним привело Юлю в кафе, где Люся встречалась с неизвестным мужчиной. И эти три дня, как ты появился, самые счастливые дни в моей жизни. Ну, что делать? Ты в бегах, я на птичьих правах в собственном доме. Скоро вообще на бабах останусь. Да, я во всем виноват. Но я все исправлю. Мало не покажется. Он тебе за все заплатит. Петя, ты о чем? Я не понимаю ничего. А тебе и не нужно понимать. Где, ты говоришь, живет его баба? Вятская, дом 7, квартира 11. Я следила за ним. Все проверила. Они встречаются по вторникам и пятницам около восьми. Как раз сегодня пятница. Господи. Муж-урод. И этот сынок еще вот дебил. Больной на всю голову. Ах ты тварь. Проститутка. Мало тебя отец врезал. Жаткнись урожай. Петя, перестань. Они же сейчас милицию вызовут. Хватит. Ладно, я тебя найду. Потом. Федору удалось получить видеозапись вечеринки в фотоцентре. Так. О! А вот и призовой снимок. Так, ну-ка, Федор. Мне его увеличь и распечатай. Сейчас сделаю. Юр, ну что там в кафе? Сейчас покажу. Где ты, говоришь, живет его баба? Вятская, дом 7, квартира 11. Я следила за ним. Все проверила. Они встречаются по вторникам и пятницам около восьми. То же самое кафе, где был сделан снимок Егора. Так, ну-ка, что там дальше было? А жена Баткина с кем была? Ну, какой-то Петр. Похоже, старая любовь. Судя по разговору, он персонаж криминальный. И, кстати, в город приехал три дня назад. Да. И Егор свой снимок сделал три дня назад. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Ну, вот. Все, что удалось. Так. Юль, ну-ка. Черт побери. Посмотрите. Ведь это же Петр. Одно и то же лицо. Так, Федор. Ну-ка, возьми мне это. Увеличь и распечатай. Хорошо. Так, очень интересно. А Люся сказала, что Петр в бегах. Интересно. А если пробить его по милицейским сводкам? Может, где проявиться? Крутой мужик. Петр Иванович Мохов. Судим. Так, условно-досрочно. Не успел выйти. Ага. Смотрите. В розыске за организацию грабления ювелирного магазина. В Саранске. Далековато от нас. Что ж, кажется, я начинаю понимать, в чем здесь дело. Юль, распечатай это фото. Думаете, Егор случайно заснял Мохова и за это поплатился? Думаю, да. И сам не понял, в какую заваруху попал. Вот что. Я думаю, надо показать эту фотографию Сазонову. Может, он познает мужика? Выходит, не врал он. Преступник в действительности в рот печатки пальцев. А иначе мне Лисова быстро бы вычислила. Если бы я тогда сразу узнала в кафе, кто он такой. Да уж, довели бы Мохова до самой норы. Теперь наверняка или ушел, или залег на дно. Ну, скорее всего, так. Юль, ты не надо переживать-то. Одна бы ты с ним все равно не справилась. Мохов калач четвертый. Надо предупредить следователя, что он в городе. Алло, Костя. Добрый день. Тут такая информация. Лукин созвонился с отпущенным под подписку о невыезде Виктором Сазоновым. Ну-ка, посмотри на фотографию. Узнаешь его? Это тот мужчина с ножом? Точно, точно. Это он, этот бандюга. Вы его поймали? Арестовали? Вы их следователи-то хотя бы скажите. А то он мне не верит. Скажу обязательно. Только его мы не поймали, не арестовали. Это опасный преступник. Находится в федеральном розыске. Как что умудрился его в машину посадить? Да я не знаю. Я теперь только детей буду возить. В общем так, если этот пассажир еще раз у тебя появится, сразу дай знать, либо мне, либо следователю. Вот тебе моя визитка. Давай. Ну что, опознал? Опознал. И что теперь нам это дает? Где этого Мохова искать? Он уже давно, наверное, из города уехал. Может уехал. Хотя, ты помнишь, что Баткин-старший говорил про встречу сегодня вечером? Ну что, как договорились, восемь на Вятской у тебя. И что нам это дает? А то, что Мохов у Люси интересовался адресом. Где ты говоришь, живет его баба? Вятская, дом 7, квартира 11. И обещал разобраться. То есть вы думаете, это не простые угрозы? Да я думаю, нет. Не забывай, что Мохов опасный преступник. К тому же, в случае смерти Баткина-старшего, всего имущества достанется жене. Так что, у нас еще два часа. Около восьми мы должны быть на Вятской, дом 7. Ясно. Да, до этого надо поговорить с Люсей. Странная она женщина. Замужем за Баткиным. Спит с его сыном, а любит Мохова. Бывает. Я думаю, с Баткиным-младшим она так закрутила. Или из мести, или неудовлетворенности, что ли, от безысходности. А тут вернулся Мохов, ну и все перевернулось. В общем так, я иду поговорить с Люсей. Вы давайте в офис, Федор, в 7.30 жду тебя на Вятской. Лукин нашел жену Баткина, Люсю, и договорился с ней о встрече. Здравствуйте. Вы Людмила Акулова, да? Да, это я. А вы тот самый детектив? Что вот мне надо? Посмотрите. Узнаете? Нет. Нет. Странно. А два дня назад вас вместе видели в кафе? Ну, что тут такого? Случайный знакомый подсел за столик, и все. Ну, скажите честно, все дело в этой фотографии? Откуда оно у вас? Что будет с Петей? Вы изводите его в милиции? Я думаю, что в милицию, ему лучше самому явиться, пока он еще чего-нибудь не натворил. А он собирается, ну, ну где Мохов? Я не знаю, я правда не знаю. У меня нет его телефонов, ничего нету. Он сам выходит на связь, сам мне звонит. У него большие проблемы, понимаете? Очень большие. Я понимаю, и будут еще больше. Если мы его немедленно, не остановим, ну? Ну, я правда не знаю, где его искать. Он свалился, как снег на голову. Мы с Петей познакомились еще, когда я в школе училась. Я влюбилась. Он собирался на мне жениться, но потом его посадили. Мать прогнала меня с дома. Ох, холод такой. Давайте в машине поговорим. Садитесь. Значит, вы приехали в наш город и здесь познакомились с Баткиным? Да, он к тому времени уже был в разводе. Крепко стоял на ногах. Правда, жмот еще тот, но для меня это был счастливый лотерейный билет. А синяк у вас? Это он? И за что? Да не за что, за все сразу. Просто в очередной раз шли я под хвост попала. Значит, он ту фотографию не видел? Да что вы, убил бы меня на месте. Выходит, это Мохов разгромил фотоцентр. Какой фотоцентр? Нет, я ничего не знаю об этом. Люсь, но мы все равно выясним. Ну, я правда точно ничего не знаю об этом. Петя, он когда этого парнишку с фотиком увидел, озверел дико. Выскочил из кафе, сказал, что с ним разберется, чтобы я не волновалась. Это все. Ладно. Хорошо. Спасибо вам за помощь. И вот что. Если Мохов в ближайшее время появится, позвоните мне сразу. Вот моя визитка. Хотя, я думаю, ему сейчас не до вас. Хорошо, хорошо. Я позвоню. Позвоню. Спасибо. До свидания. До свидания. Вечером детективы приехали к дому любовницы Баткина-старшего. Пока никого нет. Может, этот Петр и не придет? Да должен появиться. Время-то уже восемь часов, пора бы. Опа. Кажется, Баткин-старший зашел в подъезд. Давай быстрее туда. Ну что, гад, вот я тебя и дождался. Ты кто? Ты чего? Вы кто такие гады? Что вы делаете? Вы кто? Алло, Костя. Мохов все-таки появился. Так что можешь его забирать. Вы? Какого черта? Я же вам сказал, что мы скоро встретимся. К счастью, не там, где вы предполагали. Что происходит? Я боюсь, что ответ на этот вопрос вам не понравится. После отъезда опер-группы детектив Лукин ответил на вопросы Баткина-старшего. Так кто же этот мужик был? Петр Мохов. Уголовник в бегах. Егор Бехтерев его сфотографировал, а тот подумал, что милиция через фотографию может его вычислить. Ну и гонялся за всеми, у кого мог быть этот снимок. Какая черт, а я при чем? Дело в том, что он Мохов. Ну, старый знакомый вашей жены. Ну, похоже, перед тем, как исчезнуть из города, хотел наказать вас за плохое к ней отношение. Скорее грохнуть меня. А потом с богатенькой жить вдовой. Ну, Люська, но стерва. При разводе ничего я не оставлю. Мало я ей вчера. А этого делать я вам вообще не советую. Понимаете? Она ведь на вас и в суд может подать. Я бы на ее месте так и сделал. Да. Даня Наливановна. Очень хорошо. Я рад, что Егор пошел на поправку. С вашим делом мы разобрались. Да нет, больше Егора никто не будет беспокоить. Петр Мохов находится под следствием по делу об ограблении ювелирного магазина и покушении на жизнь Александра Баткина и Егора Бехтерева. Фотоцентр скоро начнет работать. Александр Баткин развелся с Люсей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok